Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. Какой прогноз для всех знаков Зодиака подготовили астрологи на эту неделю, узнаем прямо сейчас. На этой неделе свои дни рождения празднуют представители знака Зодиака Дева. Все самое интересное об этом созвездии расскажет астролог Енина Балашова. Дева. Солнце прибывает в созвездие Девы с 23 августа по 22 сентября. Планета-управитель Меркурий. Дева – знак деятельности. Она отлично умеет разделять и расставлять все по полочкам, чем раздражает других людей. Дева – знак замечательного педагогического и художественного дарования. Цвет удачи представителей этого знака – зеленый и белый. Интересно, что у людей в период правления Дев повышается любовь к животным. Сила этих людей в аналитике. Девы любят гулять в березовой роще и сосновом пору. Камни-талисманы Дев – это нефрит, сердолик и змеевик. У овнов наступает период повышенной активности и энтузиазма. Хорошо бы заняться самообразованием и повысить квалификацию. Карьера и рабочие вопросы потребуют от тельцов немало усилий, так что будьте готовы хорошенько потрудиться перед тем, как получить желаемое. Однако, несмотря на достаточно плотный график, не забывайте об отдыхе, общении с друзьями и разнообразном досуге. Ведь только так вы сможете сохранить свои силы и энергию на протяжении всей недели. В начале сентября близнецов в деловой сфере ждет какой-то коллективный проект, который существенно расширит круг общения. А во второй половине недели звезды советуют близнецам уделять больше времени семье и детям. Совместный досуг должен войти у вас в приятную привычку, которая порадует всю вашу дружную семью. Для раков наступает прекрасное время для оформления документов и деловых поездок. Заманчивые предложения могут поступить издалека. Если вы быстро отреагируете, то впоследствии будете довольны тем, что не упустили свой шанс. С 5 сентября творчество полностью захватит представителей знака Зодиака Лев, что вполне вероятно отразится и во внешнем облике. Астрологи советуют обновить гардероб. Начало месяца – самое подходящее время. Самое главное на этой неделе для Дев правильно начинать каждое утро. Оно должно быть светлым и добрым. Это существенно повысит шансы на успех во всех начинаниях. Старайтесь строить отношения, придерживаясь гибкого подхода и прислушиваясь к мнению любимого человека. У весов будут удачными как крупные покупки, так и любые финансовые вложения. Доверяйте своей интуиции. Во второй половине недели возможны деловые встречи. Будьте готовы продемонстрировать свой профессионализм. Вероятнее всего, вы получите поддержку влиятельных людей. У скорпионов с понедельника по пятницу возможны непонимания и искаженное восприятие событий. Так что не спешите давать согласие на участие в каком-то непонятном деле. И еще звезды советуют в субботу и воскресенье откажитесь от развлекательных мероприятий. Выходные лучше проведите дома в кругу семьи. Стрельцам на этой неделе звезды советуют, засучив рукава, поработать как над собственным продвижением по карьерной лестнице, так и над укреплением домашнего очага и семейными отношениями. Женщины-козероги в начале сентября захотят поэкспериментировать со своей внешностью, стилем одежды, макияжем. Звезды обещают новый стиль, будет удачным и не останется без внимания противоположного пола. Кажется, в постоянной гонке за новыми победами водолеи потеряли к ним истинный интерес. Сделайте небольшую паузу, позвольте себе насладиться жизнью и порадоваться минутам, когда не нужно никуда бежать и решать множество задач одновременно. Звезды советуют, вдоволь пообщайтесь с близкими людьми, найдите время для любимого увлечения и приятного времяпрепровождения со второй половинкой. Рыбы в ближайшие семь дней будут легко находить общий язык с людьми, поэтому постарайтесь в этот период восстановить или укрепить добрые отношения с коллегами и своим ближайшим окружением. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова